Рип Эссельстин, старший сын доктора Колдуэлла Эссельстина, бывший пожарный и триатлонист, американский активист в области здравоохранения. Существует много причин, по которым мы хотим отказаться от кето-диеты, и именно поэтому я считаю, что вы тоже должны это сделать. Кето-диета – это еще одна интерация диеты Аткинса. Диета Аткинса превратилась в диету южного пляжа, которая превратилась в парео-диету, которая превратилась в кето-диету, которая теперь превращается в диету плодоядного животного. И нет ничего, ничего, что бы имело смысл в диете с низким содержанием углеводов, высоким содержанием белка и высоким содержанием жиров. Как человеческие существа мы не были созданы для того, чтобы питаться таким образом, мы были созданы для того, чтобы питаться полезными необработанными углеводами в качестве нашего основного источника энергии, и очевидно, да, с небольшим количеством жира и небольшим количеством белка. Но то, что сделала кета-диета, так это создало невероятное количество ненужной путаницы для американцев. Не существует такого мира, где имело бы смысл пихать себе в рот обильное количество холестерина. Всевозможные виды насыщенных жиров, сомнительные животные белки, посредники воспаления, такие как N-оксид, триметилонина, гемовое железо, эндоксины, гетероциклические амины, которые образуются, пока вы готовите на барбекю разные виды мясных продуктов. Люди, в этом нет абсолютно никакого смысла. Это физиологически дешевая уловка, которая заставляет ваше тело перейти в режим голодания, в то время как в наши дни никто из нас не голодает. Таким образом, вы переходите от сжигания углеводов к запасам жира, но это не приносит пользу в долгосрочной перспективе. Нет ни одного долгосрочного исследования, показывающего, что кето-диета полезна для вашего здоровья. Покажите мне хотя бы одно исследование, в котором диета кето-типа, которая предотвратилась в сердечные болезни, действительно предотвратила диабет второго типа и резистентность к инсулину. Такой кето-диеты не существует. Нет ни одной, которая бы замедлила или остановила рак молочной железы, рак простаты, любой из основных видов рака. Такой диеты кето-типа вы не найдете. Но если вы взглянете на растительную диету, то вы увидите, что сердечные заболевания, рак молочной железы и рак простаты в исследовании Дина Оршина были предотвращены. Также вы увидите, что диабет был предотвращен еще в 1918 году. Доказательства абсолютно кристально ясны, когда дело доходит до этого. Именно по этим причинам мы отказываемся от кето-диеты и хотим, чтобы вы тоже отказались от них. Но у нас у обоих похожая история состояния здоровья. Мы оба перенесли довольно инвазивную процедуру, и я борюсь со своим весом. А ты со своим справился. Что же ты делаешь? Как ты это делаешь? Почему я не могу это сделать? Но на самом деле не справился. В смысле, что у меня сейчас 5 фунтов лишнего веса, потому что раньше я работал над этим очень усердно, а теперь нет. Я делаю не так много упражнений, как нужно, но я просто отказался от мяса, молочных продуктов и, по сути, полностью отказался от рыбы. Я просто по максимуму перешел на строгое веганство, чтобы продолжать шататься по миру, как и раньше. Что ж, видишь ли, я не хочу этого делать. Ну смотри, проблема в том, что примерно каждые 2 минуты организм производит фермент, который уничтожает весь плохой холестерин, который мы производим. Почти каждый организм производит немного больше. Проблема в том, что ты не можешь сдать анализ, который покажет тебе, сколько у тебя лишнего. Поэтому, когда нам с тобой предстояла операция на сердце, из-за закупорки, мы знаем, что у нас был недостаток в потреблении, что бы мы ни потребляли, чтобы жить, но мы жили до этого. А затем, когда у меня обнаружили спавшуюся вену, мне пришлось поставить стенты. Я просто решил быть поблизости, увидеть, стану ли я дедушка, и сделать еще какие-то вещи. Поэтому я изменил свой рацион питания, чтобы попытаться резко сократить свое потребление холестерина, чтобы этого больше не было. Что ж, поздравляем, это безусловно работает. Видишь ли, моя проблема состоит в том, что мои дела в плане здоровья идут так хорошо, что я думаю, что могу побаловать себя. Ты ведь понимаешь, что я имею в виду. Я чувствую, что я получил фору, преимущество, поэтому как насчет фунта молочной риски? Но ты здесь не для этого в любом случае. Ты можешь увлекаться, но не слишком сильно. Но знаешь ли, доктор Эссельстин, который занимает очень активную позицию, даже не ест продукты, сделанные с оливковым маслом, и выглядит потрясающе. И он на 10 лет старше, чем мы с тобой. Но он ест кусочек шоколада каждую новогоднюю ночь. Так что... Он тоже балует себя. Каждый год. Он сходит с ума канун Нового года. Словно куснуть. В зиму учишься. И тусить тоже. Продолжение следует...